Приветствую вас! Ну, давайте попробуем разобраться с тем, что вы прописали. Давайте попробуем понять, что происходит и что вам делать. Итак, вы пишите, что мы в музеем живем с моими родителями. Собираем на ипотеку. Ну, вот здесь сразу возникает такой вопрос к вам. Если вы живете за твоим мужем и родителями, и только собираете на ипотеку, то не рано ли вы вышли замуж и не рано ли вы начали ребенка и так далее? То есть, а насколько хорошо вы знаете своего мужа? Насколько хорошо вы представляете, что это человек рядом с вами? Ведь это ваш муж, это отец вашего ребенка, да? То есть, момент здесь вот в том, что как так получилось, что вы живете с родителями, будучи, будучи женатым. Если, например, у вас не было денег на ипотеку, скажем так, то зачем тогда женились? Далее. Мужчина поднял на вас руку, как вы говорите, однажды. В связи с чем? Это вот такой очень важный вопрос. В связи с чем? Мужчина поднял на вас руку. То есть, что произошло? Почему он пытается реализоваться через, значит, вас? Почему он пытается реализоваться через насилие по отношению к вам, а не так, как должен реализовываться мужчина в нормальной ситуации, в норме? Вот. Значит, какие у него проблемы? У мужа вашего? То, что у него проблемы, я надеюсь, вы не будете спорить, потому что человек, у которого проблем нет, вряд ли будет поднимать руку на свою женщину. То есть, я надеюсь, что это вы понимаете. Надеюсь, что это понимаете. Вы довольно хорошо. Дальше. Вы пишите, что значит, так, просил прощения и плакал. Но, опять же, понимаете, чтобы вам его простить, нужно его принять. чтобы принять, нужно понять, чем он руководствует свои действия. Что им двигало, когда он поднимал на нас руку? Нужно, чтобы вы приняли его, полюбили его. понимаете, в чем дело. Это такой важный достаточно момент. Если мы говорим о том, что вы его не простили. То есть, не простили, значит, не поняли. Не простили, значит, не приняли. Если не приняли, значит, о любви можно говорить постольку, поскольку, самое что-то. Любовь без принятия, любовь без возможности принять другого человека, ну, невозможно. Это факт. Это факт совершенно очевидный. И либо вы как-то вот принимаете для себя этот момент, либо нет, потому что по-другому быть никак не может. Это очевидно. Это однозначно. И я надеюсь, что вы только вот как-то для себя это постараетесь понять. Я надеюсь, что вы для себя это постараетесь принять. Потому что иначе вам сложно будет жить дальше. То есть, если вы человека не принимаете, если вы человеку как-то не позволяете быть собой, если вы не чувствуете его, если вы не можете понять его, то в этом случае можно говорить о том, что у вас не любовь. То есть, либо любовь у вас была, но потом с ней что-то случилось, то есть, она там угасла или что-то вроде того. Либо ее не было никогда. Вот. Вы говорите, я простил ради дочки. Есть опять еще вопрос к вам. Вот вы сами как думаете, ради дочки стоит прощать мужчину именно ради дочери. Стоит ли на ребенка возлагать такую ответственность, то есть, что вы стерпели насилие ради дочери, ради ребенка. А что если ребенок, например, не оценит ваших взглядов, ваших вложений в него, например, и так далее. В этой ситуации что будет, если ребенок просто не будет соответствовать тому, что вы ждете от него, например. Видите ли, ребенок любой очень хорошо чувствует, когда с родителями, между родителями происходит что-то плохое. Если вы не можете в душе своего мужа простить, то ребенок это чувствует, потому что вы, если вы не можете простить мужа, вы скорее всего ему не доверяете, а если вы ему не доверяете, то вы не можете рассказать ему о том, что вас волнует. Если вы не можете рассказать ему о том, что вас волнует, значит ваш негатив не находит выхода. если ваш негатив не находит выхода, то скорее всего вы транслируете его на свою ночь. И в итоге, в итоге, в итоге ребенок остается крайним в этой ситуации, потому что вы его выставили краеугольным камнем. на него вы вложили ответственность за то, что вы за то, как вы поступили. А ребенок в общем и целом такой ответственности нести, как я уже сказал, не должен. Потому что ребенок не осознает этих вещей. Ребенок не понимает этих моментов. Ребенок не чувствует вот этих вот аспектов. Для ребенка их, попросту говоря, нет. Но очевидно, нет, что вы так не считаете. Поэтому для ребенка не нужно соглашаться на неприемлемые для вас обстоятельства. для ребенка не нужно делать то, что вам не подучится. Для ребенка не следует поступать таким образом. потому потому что для вас в итоге для вас всех для каждого из вас ничем хорошим это не закончится. Далее. Вы пишите значит я простила его ради ребенка. Ну к тому что я уже сказал мне бы хотелось добавить только то, что скорее всего дело здесь не в ребенке. Скорее всего. Скорее всего что ребенок это всего лишь предлог. Это всего лишь предлог. для значит для того чтобы вам ситуацию не менять. Для того чтобы вам не ручить все что есть вокруг вас. Чтобы не выходить из своей зоны комфорта. Соберем ребенок для вас это просто предлог. Ну давайте попробуем все таки быть честными вот чтобы вы были честны сами с собой и я постараюсь также быть честным с вам и скажу что ребенок не может выступать препятствием для того чтобы вам не защищать себя и свои личные границы. Потому что получается получается так что вы жертвуете с собой а жертвовать с собой не стоит не следует никогда потому потому что если вы жертвуете с собой то ребенок он перенимает вашу модель поведения и так же как и вы будете жертвовать с собой будет жертву с собой дальнейшей жизни потому что мама терпела и я буду терпеть что это не прав править так быть не должно далее далее вы говорите о том что значит в душе вы своего мужа не простили и забыть вы не можете в душе здесь конечно довольно интересный момент почему вы не можете забыть почему вы не можете простить с чем вот связано это то что вы не можете простить и забыть его получается что у вашего мужа не получилось вам объяснить что им двигало получается ваш муж не мог показать вам не смог показать вам что наставило его так поступить получается 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 так значит если ситуация действительно такова то либо вы не смогли принять то что он говорит потому что вас это очень сильно задело это значит что вы в душе в глубине души где-то в чем-то как-то неуверенно неуверенно в себе или чего-то боитесь либо муж не смог до конца вам объяснить и показать почему он так поступил то есть вы не смогли его понять естественно вам что-то помешало его понять естественно вы столкнулись с трудностями когда вам нужно было его понять и вопрос заключается только в том что это трудности какие это трудности почему вы не смогли его понять хотели ли вы этого понять или нет или вы все-таки вот только ради ребенка в этих отношениях и в принципе муж вас уже волнует там ну поскольку поскольку да то есть не так важно вам не так согласен он сам муж опять же это неправильно потому что сохранить семью ради ребенка это значит воспитывать его ребенка ребенка то есть в условиях лицемерия в условиях лжи и так далее а я не думаю что это то чего вы хотите я не думаю что это то что чего бы вы желали для своего опять же ребенка да и для себя потому что раз вы мучаете значит мучиться мучиться и ваш ребенок ставите а это означает что он несчастлив ребенок я имею ввиду а если ребенок несчастлив то каждая секунда каждая минута каждый день проведенный им с вами вот такой ситуации таких вот условиях травмирует малыша травмирует его и собственно транслирует ему негативные установки которые потом он будет бессознательно использовать в своей жизни вы пишите я вся измучилась то что вы мучаетесь то что вы мучаетесь ну тот факт факт того что вы мучаетесь связан с противоречием то есть у вас есть определенные противоречия какие конечно сказать сложно потому что нужно нужно разбираться с тем что у вас за противоречия как такие они например например да например почему вы вот со своим мужем до сих пор почему вы со своим мучем до сих пор в отношениях если вы его не понимаете и не принимаете почему вы на ребенка перекладываете ответственность за свои поступки соответственно вопрос вопрос возникает сразу еще и такой как вы воспринимаете ребенка своего то есть кто он для вас как вы его видите это вот такие очень важные моменты которые необходимы вам для себя хотя бы понять ну если что-то непонятно то что-то неясно то поработать с психологом конечно но пока так пока так потому что то что вы ему учитесь то что у вас есть противоречия в ну вот в вашем сознании скажем так то что у вас есть противоречия это очень плохо и в первую очередь плохо это конечно для вашего ребенка потому что именно он выступает приемником всех негативных переживали так что я рекомендую вам брать ситуацию в свои руки честно признаться мужу что вы не смогли забыть не смогли простить его чтобы он знал это чтобы он не жил в иллюзиях чтобы у него был реальный взгляд на вещи может быть вы еще поговорите на эту тему как то придете к какому то решению вот может быть конечно и нет но тем не менее если вы хотите чтобы проблема была решена то об этом нужно разговаривать так или иначе вот на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи